всем привет сегодня я покажу сборочку linux mint 18 с рабочим окружением made 64 битную версию я ее настроил как там скачать что там делать я вам расскажу а пока что вот так вот она выглядит самое смешное что когда открывал я какие-то программы без скайлодока то вот здесь вот на верхней линейке они не появлялись и можно было открывать там пять-шесть любых программ или google home сворачиваешь они пропадают нигде их не вытянуть но когда поставил кайрадок то на кайрадоке по крайней мере говорится это видно показываю вот открыли мы там допустим одну программку вот она здесь сидит сразу видно что у меня было открыто значит файлик с видео и другую часто то что открыли но я могу ее убрать она вот этой вот линейке в этом пространстве ничего шики не появлялась ну разобрался кайрадок вообще штука полезная удобная и нам эти он как раз свои функции хорошо выполняет значит на сборку нашли самые основные мои программы значит причем программа для создания резервных копий это моя как говорится давняя любовь чтобы пользователи чувствовали себя уверенно и надежно установлена программа систем баг просто ясно и понятно все на русском языке вот создает образ образ этой системы 2 и 3 значит смотрится вот таким вот образом образ получился не эластичный то есть если начинаешь расширять то он до конца не расширяется тут надо будет кто быть любит поработать с виртуальной машиной и посмотреть но в принципе для того чтобы усадить создан образ или нет этого вполне достаточно почему потому что если вы же образ создали и он грузится на виртуальной машине это означает только одно что образ и за образ создан правильно если вы записали образ на флешку и она не грузится значит или флешка плохая или программа которую писали образ на флешку негодная ну и третья самая частая причина это значит нужно покопаться в настройках биоса и разрешить вашему компьютеру сортовать с флешки вот практически все но условие здесь одно если образ грузится на виртуалку то образ нормальный не битый и на него грешить уже не нужно дальше значит ну традиционно значит вошли программы для настройки меню загрузки значит практически программа хорошая помогает настроить меню загрузки перетасователем если у вас имеется несколько операционных систем позволяет их перетасователем как колоду карт в любом необходимом вам порядке нормальная программа я всегда парочка так вот и выставляю дальше значит но пылесосик я уже как говорится трудно мне без него обходиться хотя появились сведения что автор программы прекратил над ней дальнейшую работу жалко конечно но жизнь и жизнь человека свои причины могли быть значит здесь кнопочка форматирование флеш накопителя я установил на мэйт убрал традиционный файловый менеджер кача установил такой же как на ценамоне файловый менеджер найма у него очень удобная функция есть такая вот правой кнопкой кликайте и открыть как в корневом режиме нажали единичку все и вы уже находитесь в корневом режиме ради бога надо вам что-нибудь там такое сделать да ради бога вон в новом окошке открыли диск с данными допустим и так далее очень удобная и хорошая опция и можно вот отсюда копировать сюда переносить в общем нормальный хороший менеджер мемо я собственно говоря к нему привык и плюс он позволяет делать хорошие копии значит поскольку у вас мэйт то вот у мэйта смотрите контрольная сумма вот так вот прилагается когда будете скачивать вот этот файлик с х и 256 правой кнопкой посчитать контрольную сумму почитаю там контрольную сумму и как говорится но если у вас все будет сходиться то и дальше уже будете проверять на виртуалке и делать все необходимые как говорится там ваши дальнейшие там действия вот значит ну что ну по менеджера программ вот смотрите контрольная сумма акция 9 я и ец 9 и 4 7 до 4 и а 7 д но нормально все работает дальше значит но соответственно значит плеер видео файлов значит и к нему значит очень хорошо притороченная программа поисковик там разных песенок в сети вот пожалуйста значит вот у меня бэкграунд здесь так давайте возьмем что-нибудь раскладку на и переключается по альт-шифт что-нибудь такое чеш ну давайте любви вот такая песенка хорошая есть нажимаете по ней кликаете она начинает загружаться отсюда вот допустим я не люблю смотреть на голые картинки а люблю как говорится живых исполнителей перескочил все смотрю живой концерт для меня это как-то приятнее можно погромче сделать еще допустим если вам понравилось мы положили ее в закладке перешли там другое ну что там у них еще есть на поле на поле танки и вот и вот картинки но я люблю живые концерт все перескочил сюда и и вот это я положил закладки все закрыли проигрыватель закрыли поисковик пошли попили чайку вернулись обратно зашли ваши закладочки пожалуйста то есть возможность создавать закладки на любые там песенки там свои там на видеоклипы видео проигрыватель с м плеер очень хорошо реализовано пошли дальше значит ну я сейчас веду запись программой симпл скрин рекордер причем у меня значит вот если я сейчас запущу ее я сделал такие настройки частота 25 потому что мне суперскоростные снимки делать не надо выставил альса если будете выставлять пульс радио у вас не будет звука на видеороликах дальше значит ну тут можно ставить макрос матроска и ворбис можно ставить mp4 и mp3 все равно хотите изменить название файликов которые записываются видео вот 0 1 поменяйте там на буквы или на цифры дело ваше здесь выбирается папочка где он будет храниться нажимаем на запись и пошла запись вот практически и все значит так же существует хорошая программа опеншот видеорекордов я новую версию не ставил а поставил ее вот из пакета из менеджера программ потому что в ней присутствуют ножнички мне с ними гораздо удобнее работать а в новой версии они так там запрятали их что с первого раза как говорится трудно разобраться вон там взяли допустим файлик там добавили идет запись он сюда не добавится все понятно вот ну ладно то значит что еще хорошее есть видео до урлова то если вы смотрите на кого-нибудь там видео на трубе идете значит ну вот смог покажу вам тут любой ролик открываем копируйте отсюда ссылочку и сюда ее заводите и вот этот маленький хитрец он значит берет ссылочку эту анализирует и предлагает вам качество смотрите самое высокое качество я создавал ролик в таком качестве вот он мне мой ролик в таком качестве и предлагает загрузить и указывает размер который будет значит у этого ролика который мне придется загрузить вот таким вот образом если хотите скачивать целые плейлисты то здесь придется немножко заплатить ну скажем так вполне терпимо вот чудесно такое есть видео до урлова программа паром тиви плеер пожалуйста значит можно выбрать тут есть есть российские украинские и белорусские телеканалы пожалуйста выбирайте кому что нравится ну два браузера значит Mozilla и Google Chrome значит в Google Chrome значит я сделал две закладочки это закладочка значит на мой сайт а вторая закладочка на мои ролики которые я выпустил от самых новых от самых свежих скажем так к более стареньким все что я сделал до последнего времени значит вот здесь можно взять посмотреть по сайту значит можно тут пробежаться по темам любая программа которая практически вас интересует вы можете по ней найти информацию и по программе вишенка чай и 3 и по систембаку и по программе там вас с архивом по скайпу ну короче практически по большинству из тех программ которые у меня установлены на сборке имеется так сказать в видеоролике поэтому смотрите просвещайтесь как говорится ради бога вот ну что у Мэйта был один традиционный недостаток это значит у него на верхней панели сейчас покажу свойствах фон уберу вот видите у него спина раскладки клавиатуры была alt-shift вот только буквами а причем вот если пытаешься произвольно тут что-нибудь поменять вот я даже нажимаю alt-shift alt-shift но не меняется но стоит мне зайти в любой текстовый редактор и нажать alt-shift там что-нибудь такое набрал alt-shift и пошли значит уже английские буквы вот таким вот образом производится смена интересной у них сладкие клавиатуры может быть недоработка какая-то но в принципе кто к Мэйту привык тут уже собственно говоря без разницы вот вот многим нравится эта рабочая среда нравится тем что тут тоже очень много всяких настроек ну вот я сейчас вот опять таки уберу получается что как бы значки висят в воздухе парят вот хорошая такая получилась сборочка со всеми необходимыми программами рекомендую скачать ее в ознакомительных целях можете устанавливать ее себе там друзьям знакомым вот работает хорошо шустренько ну пришлось мне конечно тут с ней вот позиция чтобы все самое необходимое для пользователя установить но тем не менее оно все работает самим вам эту сборку ставить будет несколько трудновато а так ради бога значит это самое всегда значит можете уже поставить готовую сборку а из нее через менеджер программ выбирать программы которые удалять вам которые вам не нужны или ставить программы которые вам понадобятся вот и все значит запомните на нижней линейке программы все выставлены в определенные порядки которые я делал для себя у вас он может быть другой поэтому вы всегда можете так вот правой кнопкой мышки кликнуть по значку калькулятор допустим удалить и из панели он значит удалится вот и все или наоборот программу какую-то надо добавить пошли допустим словарь нажали левой кнопкой мышки и перетащили ее сюда вниз вот у вас словарь не нужно он вам удалили подтвердили все с панелью городок очень удобно работать она действительно сделана скажем так для пользователя ну и в частности для мы это это вообще хорошее подспорье потому что теперь видно какие программы остаются свернутыми а то иначе тут без коробка пришлось бы скажем так трудновато вот настройки значит сети я уже и в первых роликах показывал но покажу еще раз здесь вот смотрите вот здесь настройка сети вот у меня видите что стоит а традиционных стоит в лам и раз у меня все отсюда пропало что делать как быть лам это проводная сеть вообще gfi это вот беспроводная вот я убираю все отсюда открываю терминальчик из терминальчики сейчас я напишу такое словечко и w config и вот появляется такое сообщение вот в нем нужно скопировать выделить и скопировать вот эту вот часть взяли у вас она будет своя вставили сюда нажали применить и теперь можете посмотреть появится допустим значки там в сети или нет легко проверяется видите уже побежали цифры значит сеть подсоединилась и на мониторе это все как говорится нормально отражается вот таким вот образом ну и еще я делаю тут настройку такую что в сеттингах ставлю он чтобы автоматически у меня конки загружались при загрузке не нужно вам взяли просто отключили ее нужна системная информация подключили для меня в принципе это очень удобное поспорье что я всегда вижу на ресурсе своего компьютера сколько у меня как зависит центральный процессор процессор оперативная память вот у меня сейчас идет запись центральный процессор занят на 20 процентов на 22 но если от них отнять 18 которые занимает программа для записи с экрана получится всего лишь на 4 процента оперативка значит 30 процентов если от нее отнять допустим 4 процента то уже получится значит там 26 там угон тут вид вот у меня тоже там ну посчитать умеете сами все посчитаете это значит состояние корневой директории 15 гигабайт я отвозил занято 6,2 половина больше половины свободно под домашние по директорию значит у меня было 35 гигабайт 5 только занято свободно 26 вот таким образом по опыту вам скажу что каких только линусов я не ставил с какими только там наворотами и с кучей программ больше 12-15 гигабайт у меня в корневой директории они не занимали поэтому 20 гигабайт практически для любого нормального пользователя линукс хватает за глаза и за уши поэтому если у вас имеется допустим там 50 гигабайт 20 выделяете под линукс а 30 под корень а 30 под паточку холм вот и все значит ну что значит вот основные такие вот моменты значит я вам все эти рассказал плюс значит еще раз повторяю что под каждым моим видео роликом имеется ссылочка на мой сайт да плюс у вас еще если сборку поставите у вас будут кнопочки как заскочить на мой сайт он отмечен вот здесь вот а другая значит это посмотреть мои свежие ролики которые я там делал вот практически и все ну ладно я значит на этом ознакомительный скажем так урок заканчиваю много тут сильно расписывать не буду там как настраивал что я там делал вот сборка готова для ознакомления кому нравится значит пожалуйста берите скачивайте тестируйте удаляйте ненужные добавляйте свое скажем так наиболее трудные установки программы значит вот они здесь у вас установлены так что я прощаюсь желаю вам всего доброго и до новых встреч